МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой Севастопольское информационное бюро первые новости города в студии Дарья Гзюнова. Доброе утро. 70 человек приняли участие в донорской акции, организованной Севастопольским отделением «Единой России». Передвижная медицинская лаборатория военно-морского госпиталя имени Пирогова разместилась в приемной партии на улице Большой Морской 4. Донорами стали депутаты и активисты из разных районов нашего города. Перед непосредственной сдачей крови каждого донора осматривает врач. Потом он проходит экспресс-анализ на отсутствие заболеваний. Если все в порядке, человек получает допуск и отдают ровно 450 миллилитров своей крови. Врачи военно-морского госпиталя имени Николая Ивановича Пирогова бережно заготавливают донорский материал, чтобы в самое ближайшее время направить его туда, где в нем нуждаются. Это обычное наше мероприятие. Мы ездим по воинским частям, по предприятиям и берем кровь. Значит, как доноры, значит, доноры сдают кровь, кровь, мы ее обрабатываем и все идет на, так сказать, на СВО нашим раненым. Крови достаточно, но, да, крови никогда много не бывает, особенно при ведении боевых действий. Передвижная медицинская лаборатория в этот раз разместилась на улице Большой Морской 4. Здесь находится приемное Севастопольское отделение Единой России. С самого утра активисты, члены, сторонники партии и просто неравнодушные граждане пришли сюда, чтобы сдать кровь. Мне кажется, это достаточно символично, сдать здесь кровь для того, чтобы там спасти чью-то жизнь. Это очень важно. Замечательно то, что Единая Россия в данном случае выступила таким координатором, организовала здесь пункт сдачи крови. Это очень важно. И в ряду многих других добрых и полезных дел Единой России это, мне кажется, одно из самых таких насущных сейчас. В донорской акции приняли участие 70 человек. Каждый из них сдал по 450 миллилитров крови. В общей сложности набралось более 30 литров. Николай Кузнецов, Дмитрий Лелека, Северн, Форумбюро. Независимое телевидение Севастополя проводит еженедельный прямой эфир, посвященный геополитике и спецоперации на Украине. Сегодня вечером обсудим следующие темы. О помощи волонтеров фронту поговорим с руководителем телеграм-канала «Поддерживаем наших З-61» из Таганрога, Юлией, позывной сестра. Об американских инвестициях в смерть поговорим с политологом, автором и ведущим программы «Политотдел» Сергеем Веселовским. И в завершение о ситуации на линии боевого соприкосновения поговорим с Андреем Марочка, военным экспертом, подполковником народной милиции ЛНР в отставке. Подключайтесь сегодня вечером к нашему обсуждению. Обращаем внимание, прямой эфир начнется в 20.00 на нашем Ютуб-канале ВКонтакте и в Телеграм. Ждем ваших вопросов и комментариев в чат. И к другим новостям. Севастопольцы просят решить проблему подтопления входной группы школу номер 43. Во время дождя дети и их родители вынуждены преодолевать водную преграду в виде огромной лужи. Вода и без того годами скапливалась на пятачке между школой, детским садом и домом номер 15 на улице Хрусталева. А теперь ситуацию усугубил установленный в начале сентября лежачий полицейский. После каждого ливня прямо у школы номер 43 имени дважды героя Советского Союза Лавриненкова образуется огромная лужа. Дождевая вода стекает на этот перекресток сразу с нескольких сторон и скапливается у ворот учебного заведения. Когда идет сильный дождь, все шло сюда, вниз, туда, через школу и в сторону моря. А здесь все время была сплошная лужа. То есть при Советском Союзе вообще тут не делали ремонт, сделали где-то в начале 2000-х. бывший какой-то депутат тогда еще был. Вот он сделал дорогу, но все равно была скапливаемая сумасшедшая. Еще причем тут света даже не было. Три года назад дорожку между школой номер 43 и корпусом детского сада номер 28 отремонтировали, не предусмотрев ни ливневки, ни уклона. И дети, и взрослые. Здесь у нас проходной, как говорится, двор. Тут Хрусталево идут на Остряково. И ходить, ну лужи стоят. То есть даже когда вот этого не было, когда шел сильный дождь, дорожка была вся затопленная. И люди ходили вот по этому маленькому бордюру. И даже пожилые женщины, ну представьте, как ходить. Только когда очередное видео с лужей разлетелось по социальным сетям, на проблему обратил внимание исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов. Тогда, в апреле, он разместил в своем телеграм-канале видео, как специалисты откачивают воду. Однако, эта одноразовая акция проблему не решила. А 1 сентября здесь появился лежачий полицейский. Причем местные жители не знают, кто его установил. Самодельная плотина в итоге лишь усугубила ситуацию с подтоплением. Непонятно кто приехал с эскалаторами, вырыли ямы, бруствер с этой стороны и с той стороны сделали. И как раз перед 1 сентября, как сейчас помню, это была пятница, мы выходили с директором детского сада до 28. Пройти было невозможно. Машины стояли колюсом наполовину. И вода ушла только под утро. И куча грязи здесь осталась. Жители дома номер 15 по улице Хрусталева рассказали о проблеме депутату законодательного собрания Татьяне Щербаковой. Буду приезжать сюда со специалистами, техническими специалистами. И мы будем искать техническую возможность решить эту проблему. Просто какими-то быстрыми методами, к сожалению, не получится. Один из вариантов – это включение этого участка в общую систему ливневой канализации Севастополя. Сейчас она находится в стадии проектирования. Я, прежде всего, пойду в этом направлении. Опять же, учитывая, что наши школы ждет ремонт капитальный, когда в том числе и дворы ремонтируются, и коммуникации, возможно, вот в этом направлении подумать. Но более точно не буду говорить. Я не технический специалист. Мне нужно сюда привезти технарей, чтобы они все-таки придумали решение этого вопроса. Дальше мы будем считать, сколько это стоит, и вносить в бюджет соответствующую сумму. В Центральной детской библиотеке имени Аркадия Петровича Гайдара для школьников проводят занятия, посвященные году педагога и наставника. Первую лекцию организовали в сентябре. Ее темой стала деятельность советского педагога-новатора Василия Сухомлинского. 24 октября ребятам рассказали о жизненном пути известного польского врача и преподавателя Януша Корчика. Януш Корчик с юных лет начал преподавать. Сначала подрабатывал репетитором, затем стал писать статьи на тему воспитания. А после русско-японской войны открыл свой дом-сирот для еврейских детей. Позже, во время Второй мировой войны, немцы оккупировали его родной город в Польше и забрали в концлагерь всех воспитанников приюта. И в тот момент ему было предложено спастись. Ему предлагали и немецкие офицеры спастись, которые были поклонниками его творчества, потому что он писал очень много книг по детской психологии, педагогике. И, несмотря на это, он сказал, что нет, я не брошу своих детей. И вместе с ними принял смерть в газовой камере. Помимо личности Януша Корчика с ребятами обсудили, кто такой педагог и какими качествами он должен обладать. Им очень важно понять, что эта профессия является одной из самых главных в мире. И очень важно детям привить уважение к этой профессии. Потому что в наше время, к сожалению, в 21 веке, это очень заметно, что профессия педагога, она гораздо менее популярна, чем была в 20 веке тоже. Дети перестают уважать своих учителей, не ценят их труд и не понимают, чего учителю стоит его работа. Ребята настолько впечатлились лекцией, что некоторые признались, в будущем хотят стать учителем и работать с детьми. Я хотела бы стать будущим учителем, потому что я очень люблю детей, маленьких, и они на меня очень хорошо реагируют почему-то. Мне понравилось то, что учитель – это тот человек, которым может стать каждый, если очень хочет. Такие занятия в Центральной детской библиотеке имени Аркадия Петровича Гайдара проводят уже не в первый раз. Сотрудники учреждения признаются – малыши всегда с интересом слушают и задают свои вопросы. Мне понравилось то, что очень хорошо рассказывают про это, и то, что очень все понятно, и я много чего узнала нового. Я узнала, что учитель – это такой человек, который может научить всех остальным многого нового, и он развивает ребенка до 11 класса и дальше. Следующую подобную встречу в Центральной детской библиотеке проведут в ноябре. Ее посвятят творчеству и жизни Льва Николаевича Толстого. Марина Шумейко, Александр Устич, Сефонформбюро. Море знаний. Восьмой марафон по океанологии прошел в Морском гидрофизическом институте Российской академии наук. Участниками интеллектуальных состязаний стали 10 команд из различных образовательных учреждений города. Программа марафона, который проходит в Севастополе в рамках Всероссийского фестиваля «Наука 0 плюс» позволила ребятам не только проверить, но и расширить свои знания о море, его свойствах и обитателях. Региональный марафон по океанологии на базе Морского гидрофизического института РАН в нашем городе уже стал традиционным. Чтобы успешно ответить на вопросы, подготовленные организаторами, мало посещать школьные уроки географии. Биология, физика и геология моря – видооборудование, которое ученые используют в своих исследованиях. Вот неполный перечень дисциплин, входящих в сферу интересов океанологов. Вчера у нас были отборочные игры. У нас участвовало 10 команд, то есть 10 школ города принимали в этом участие. А сегодня уже финальная игра, и в ней принимают участие 6 лучших команд. У нас есть команды, которые уже не первый раз принимают участие, и побеждали раньше, и они приходят снова. Потому что я надеюсь, что им это интересно. Нам очень понравилось это мероприятие, когда мы в прошлом году сюда попали случайно. Ребята очень загорелись. К сожалению, мы не смогли выйти на призовые места. У нас только четвертое место, поэтому в этом году они с удовольствием сами же меня заставили их подготовить, чтобы сегодня сюда прийти и победить. Надеюсь, у нас получится. Вместе с коллегами из Института биологии Южных морей сотрудники гидрофиза придумали необычные задания для участников конкурса. Например, угадать природные явления по фрагменту мультфильма. Или назначение прибора, который едва ли можно увидеть в повседневной жизни. Пусть не все ребята сразу догадались, что речь идет о метеостанции, зато многие пытались размышлять, сопоставлять факты и строить гипотезы, как настоящие ученые. Уделяется химический состав воды, возможно, состав грунта, наличие микроорганизмов в пробе воды. Я интересуюсь естественными науками и точными науками. Сюда пошел для получения нового опыта, каких-то новых знаний. Вопросы все были очень интересными. Спасибо составителям, спасибо организаторам. На Олимпиаде я писала несколько часов, не отрываясь. Здесь же веселые, интересные конкурсы. Мне здесь понравилось больше. Организаторы марафона не ограничились только интеллектуальными состязаниями. Для полного погружения в увлекательный мир океанологии школьники посетили интерактивную выставку, посвященную изучению мирового океана, встретились с учеными и стали участниками научного шоу. Полина Галушка, Юрий Риутин, Севинформбюро. 28 октября в Севастополе состоится инклюзивный детский фестиваль «Давай дружить». Организатор – городской центр физического развития и спорта соберет на одной площадке торгового центра «Моссон» здоровых мальчишек и девчонок и ребят с ограниченными возможностями. Цель фестиваля – сделать так, чтобы дети познакомились, поиграли и подружились. Этот опыт поможет ребятам с особенностями ускорить процесс реабилитации. Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в особом подходе и регулярных занятиях. Скалолазание – как раз один из методов, который помогает ребятам идти на поправку. В первую очередь скалолазание крупным моториком. Вот, не мелко. Они потом сами идут в мелкую уже. Здесь они научились манипулировать руками, они видят дистанцию отсюда, туда переносят руки. То есть они не просто кидают руку туда попала, а вот прям вот берут в точку, соответственно. И потом они уже мелкой моторикой их догоняют. Часто вместе с ребятами занимаются их родители. Так мальчишки и девчонки чувствуют себя уверенней. К тому же сами взрослые начинают понимать принцип тренировок и по возможности повторяют упражнения дома. Держи. Вот этих детей показывают конкретно, что конкретно делать. И за счет многих-многих одних и тех же операций, манипуляций, они запоминают, что им надо сделать. Где левая, где правая. Переносить вес, учиться держать равновесие, переносить вес на одну ногу, на другую в процессе лазания. И за счет этого мы учим их владение мышцами. У них очень плохая работа с владением мышцами. Особым деткам важно научиться чувствовать себя частью общества. Для этого им нужно с раннего возраста общаться и играть вместе со здоровыми сверстниками. Инклюзивный фестиваль «Давай дружить» поможет ребятам социализироваться. Будут дети с ОВЗ, будут здоровые дети, которые будут взаимодействовать с помощью игр. Игры будут созданы для объединения этих детей. Будут мастер-классы проходить, это будет роспись пряников, это будет рисование на песке, рисование фигурок, разрисовывание. Будут подделки, доброе сердце, будут из глины делаться фигурки. Общение в рамках фестиваля «Давай дружить» будет полезно для всех его участников, уверены организаторы. В раннем возрасте видели таких деток с особенностями, что они не такие, как он, обычный здоровый ребенок. Чтобы этот нормальный ребенок не боялся ребенка с ОВЗ. То есть расположить дружелюбно, его настроить на общение. И вот отсюда пошла моя идея, дабы собрать этих всех детей, организовать и провзаимодействовать в такой доброжелательной атмосфере. И рассказать детям норматипичным, о детях с ОВЗ и показать им, что они нормальные. Инклюзивный фестиваль «Давай дружить» состоится 28 октября в 11 часов в торговом центре «Мусон». Организаторы приготовили для детей приятные подарки. Родители, желающие поучаствовать вместе со своими детьми, могут записаться через официальное сообщество фестиваля в социальной сети ВКонтакте. Антон Шачков, Анатолий Паньков, Севинформбюро. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции городской 59-20-60, а также мобильный плюс 7-978-900-3131. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей. До встречи. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова